Я решил заниматься, потому что хотел научиться драться. Мне интересно, прежде всего, что я подарил с вами, как мы сейчас говорили, что больше. Что больше? Вот такая вопрос. Этот джентльмен начался в 1860-1976 году. И он спросил, что было в вашем способе начать караку? Это было выучить знания, как бороться, или это было какое-то мистическое, где вы хотели стать мастер-классом в Европе? Какие силы? Или просто победу? Я был чемпионом в Европе, а там уже, как думал, я в Троидан, в Голландии. И я был чемпионом среди юношек. Кстати, у нас был, как раз я понимаю, и джентльмен. Смотри, что это все это такое. В Киеве... ...в dever, вероятно, начало... ...в какой причине ты не смогли научиться джентричать, что это джентльмен? Что это джентльмен? Что это джентльмен? Драться. Я дрался. У меня, значит, было драться. Первая, говорит, у меня, говорит, европейские корни. Дальше, говорит, именно у меня драться. Дальше была Япония, куда я попал уже ветеран. Он выявил гнезд и попал, говорит, в Кадакаву. Вот. То есть у меня летбокс и дзюдо, и европейское сознание. И сперва мы сейчас не беремся, а потом уже в Кадакаву. Ну, приедем в Кадакаву, а в Токио, говорит, сегодня случайно очень-то получилось, говорит, ну, просто, вот, на автобусе, говорит, ранены, говорит, стали возьмать. Турористические экскурсии на автобусе большие. И вот одно, говорит, из мест, куда нас завезли, было старых Кадакав. И я увидел, говорит, маленького, говорит, такого тщедушного человечка, говорит, с красным поясом. Говорит, а этот маленький тщедушный человек бросал, говорит, всех по кругу. И тогда, говорит, я, говорит, подумал, что, наверное, я бы хотел тоже так, когда-то. Но когда я вернулся в Кадакаву, в Европе, в 15-м году, я... Я вернулся опять в Кадакаву, в 52-й год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому